Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Вот у меня тут под шелковицей насыпалось листьев, видно как у соседей насыпано. Я уже часть листьев взгреб, даже получил небольшой подарок в виде орешков. Вот еще один увидел, тут белочки копались, то ли выкапывали, то ли закапывали орехи. И все листья, которые здесь были, листья, траву, ну в общем ветки некрупные, мелкие, перевез куром. Вот тут у меня перед гаражом, а также та шелковица, которая упала, черная шелковица, она падает, создает вот такой вот слой. Тоже соскребал сколько, ну сколько получалось. Для того, чтобы тут было, во-первых, листья пойдут куром. Если у меня собралось где-то почти полкило орехов, орехи сейчас по 22 гривны. Вот тут насыпались орехи белки и дятлы сюда приносили с того ореха, с соседского. Довольно плотная шкурка. Тут тоже собрал, чтобы газон был, газонная трава нормально росла, можно было себя нормально чувствовать, косить без проблем, без палок, без всяких разных и так далее. И сейчас покажу, что у кур с этими листьями, я подумал, а смысл сжигать? Сжигать это тупо. Листья отжигать. Это тут насыпалось слив, вот этих. Это я когда-то, а не в этот раз. Это дикий девичий виноград, так называемый. Сначала, я не помню куда, сюда вроде насыпал, потом туда, туда. В общем этот весь участок получается, но он был голый, вот как тут. Полностью такой был. Мелкая трава и все. Ни листочка, ничего. Все уже было съедено до нас. О, хром прихромал, прихромает. Что-то выпало, что там у тебя выпало. Смотрите на помет ваших кур, это показатель. Ну, в принципе, чем-то питался. Трава, еще что такое. Кушай, кушай, да, расти большой весной или зимой. Попадешь куда надо, согреешься. Там от груши немножко листьев, а с этой стороны почти не было. Сейчас они вот перебили листья в такую труху. Эти еще не совсем перебиты, а вот тут вот прямо измельчили до невозможности. Вот, вот как они измельчили. Мульча такая прямо получилась. Крупные веточки я собираю. Вот такие вот веточки, которые можно сжечь, в принципе. А вот такое, в принципе, можно оставлять. Так, не клюй меня за часы. Ты шо? Это сони. И церсоний. Так что, если у вас есть листья, сухая трава, собирайте, сгребайте вот этими верные грабли, я их называю. Японские или французские, как они там. И насыпайте куром в выгул. Очень удобно. Вот здесь, допустим, ничего нет. Здесь, в принципе, особо ничего не надо. А там пусть влага держится. Заодно черви дождевые будут всякие личинки выползать. Будет влажная почва. Ну, весной, по крайней мере, так скажем. Летом не знаю, а весной точно. А здесь я буду отгораживать и снова засаживать топинамбуром. Вот таким вот топинамбуром. Так вот его подрезать, чтобы он рос. Тут осталось мало. Всего лишь, по-моему, 5 или 6 кустиков. Можно сказать, что остался. Там же что-то клубни еще есть. Ну, а дальше, я думаю, будут расти. Так что, очень хорошая вещь. Ну, и куры чем-то заняты. Постоянно гребутся. Я и тут орехи находил. То есть, они перерывали. Находил орехи, и они их не могут съесть. А я их собираю. Арсений Селезнев зверобой. Не сжигайте листья. Это тупо. Применяйте их куром или закапывайте в огороде. Когда перекапываете огород, сыпьте туда. Здесь так многие делают под деревца. Я не знаю, есть ли смысл сыпать или нет. Я советую все-таки перекапывать. Иначе там могут мыши завестись. Это не камильфо. А вот это, в принципе, нормально. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев зверобой. Посмотрите обновления. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok